На сквере Кирова собрались бывшие работники БЦБК. Около 100 человек. Большинство 23 сентября, когда комбинат остановил производство, попали под сокращение. По закону до конца года они будут получать выходное пособие. На эти цели в бюджетах разных уровней зарезервированы 90 миллионов рублей. Но на что жить, когда выплаты закончатся? Участники митинга не знают. От властей просят одного – работу. Мы жизнь отработали на этом комбинате, город строили. А теперь что? Не нужны остались, да? Уезжайте? Куда уезжайте? За 3-9 земель бросайте квартиры, бросайте дома, бросайте участки, дачи, все бросайте и езжайте. А каковы ваши требования? Дайте работу. Дайте нам работу. Нам всем говорили – туризм, туризм в городе Байкальске. Вы вот посмотрите на народ, на публику, которая здесь стоит. Здесь примерно 100 человек – это часть возраста уже какой этих людей. То есть, как говорится, в бармены их уже не возьмут. То есть дайте нам нормальные, мы производственники, понимаете? Дайте нам нормальные рабочие профессии и будем мы продолжать дальше работать. К митингующим выходит представитель областного правительства и приглашает все обсудить в более спокойной обстановке. Разговор продолжился в здании регионального правительства. Встречу с жителями Байкальска в режиме диалога провел первый заместитель председателя правительства Иркутской области Владимир Пашков и представители профильных министерств. Владимир Пашков отмечает в планах областных властей развивать в Байкальске не только туристическую сферу, но и промышленность. В частности, уже достигнута договоренность с крупным инвестором, который откроет завод по производству электротехнической продукции. Сейчас идет подготовка необходимых документов. Предположительно, запуск этого производства, по крайней мере, как декларирует инвестор, в случае, если мы решим и выполним свои обязательства по тем проблемам, которые на сегодня актуальны для инвестора, это, предположительно, осень следующего года. Ну, это запуск производства, я имею в виду непосредственно, начало выпуска продукции. То, что касается строительства и так далее, естественно, это все будет раньше. По данным Министерства труда и занятости Иркутской области, работу жители Байкальска могут найти сейчас. Вакансий достаточно. Правда, самое высокооплачиваемое предполагает вахтовый метод. Бывшим работникам БЦБК предлагают ехать на Золотые прииски в Бодайбо, на стройки в Московскую область и Алтайский край. Мы многие из этих рабочих мест рассматриваем как временные для того, чтобы у вас были на какой-то кратковременной перспективе средства для обеспечения своих семей, для жизни. Нас, конечно, администрацию не устраивает, чтобы вам предлагали, и вы уезжали куда-то из города Байкальска, потому что сегодня перспектива развития города зависит только от вас. Отдельно собравшиеся обсудили вопрос работы ТЭЦ. Как отметил Владимир Пашков, несмотря на то, что после остановки БЦБК цена на свет и тепло увеличится, тарифы ЖКХ для населения останутся на прежнем уровне. Затраты возьмет на себя государство. Анастасия Зверькова, Николай Крупченко. Новости СЕЙЧАС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова